Знаете ли вы, что такое простое число? Вот когда называемое число n, называется простым? Там делится 1, либо оно называется 1. Значит, у него нет делителей, кроме 1 и самого себя. Какие делители у 5? Кто может назвать делителем числа 5? 1, 5, плюс 1, плюс 5. О, 1, 5, плюс 1, плюс 5. Как надо искать определение? Вы имеете в виду только натуральные делители, да? Значит, не допуская просто всех целых чисел, которые можете делать, только натуральные. Значит так, все слова, да, что такое простое число? А теперь вам дают число и говорят, оно простое. Спрашивают, число простое? Как вы будете действовать? Что вы будете делать, чтобы узнать, простое число или нет? Переваривайте от делителей до конкурса, просто позвали. Будете проверять его на делимости. Правильно? Перебирая что? Число простые до какого момента? До корня из n. Что там? Извежий способ. Это просто идти по порядку и перебирать число до корня из n. Если число n большое, это будет очень долго. Спрашивают, а не взяли какого-то быстрее? Так вот, раз, и прикинуть. Простой n или нет. Причем, пусть даже этот метод не будет давать всегда ответ. Правильно. Не будет всегда определять составное число или простое. Ну, например, будет достаточно часто делать. И вот, смотрите, есть, оказывается, целый классный метод. Это очень такая интересная тема. Мы с вами только к самому краюшему поскольку вопрос. Значит, есть такое очень красивое надлюбление. Называется Малая Теолейна Ферман. Малая Теолейна Ферман. Малая Теолейна Ферман был такой француз Пьер Теолейна Ферман, который был адаптистом. В общем, он делом занимался. Он занимался очень успешно. Такое наблюдение ему появилось. Если взять простое число, дайте я, чтобы он был совсем простым, будет бы обозначен. Кстати, все помнят, есть договоренность, что единичка простым не считается. Значит, простые это двойка, тройка, пятерка и так далее. Как получится. Вот. Значит, взяли простое число. И взяли другое число. Которое, ну, просто взяли другое число. Тогда, оказывается, А в степени П минус А обязательно делится на П. Вот значок называется делится на А. Смотрите, вот, например, если взять П равную двойке. Давайте проверим, правильно это вообще не. Для П равную двойке что здесь будет? А в квадрате минус А. То есть будет А на А минус 1. Если в отчетное ли это поделится, если а нечетное ли это поделится. Правильно? Вот. Ну, а здесь замечательным образом можно брать не только двойку. Но тройку. Да, например, 11, 19. Вот здесь не будет что-то поделится. И так далее. Давайте попробуем понять, почему это верно. Как доказать? Кто знает такой теоретик? Как доказывается? Первый образный корень группы. Для этого придется узнать еще много стоп. А хотелось бы как-то по-простому. Количество раскрасок. Комбинат, О и как-то. Через табличку умножения. Через табличку умножения. Давайте, есть такой простой способ. Давайте начнем по порядку. Ну, не по П, как мы сейчас сделали, а по А. Ну, вот скажем, для А равного единицы. Ну, это правда? Будет это верно для А равного единицы? Ну, подставим. 1-1, 0. Ну, на что хочешь вериться. Правда? Теперь давайте представим, что мы уже сделали проверку для какого-то А. То есть мы для какого-то А знаем, что это А. Давайте попробуем сделать следующий шаг. Попробуем проверить, что для А плюс 1. Понятно? Ну, и ясно, что если так сделать, то по цепочечке докажешь для всех. Это называется метаматериотическая интуиция. Да, если вы доказали для единички, потом доказали для двойки, для тройки и так далее. И умеете из того, что для А равного, вы вводите, что для А плюс 1. Вы тем самым докажете для всех А сразу. Так. Но вы видите, чтобы здесь хоть что-то сделать в этом утверждении. Надо что? Надо скобочки суметь раскрыть. Значит, вот возникает вопрос. Умеете ли вы раскрывать скобочки? Да, не так. Как раскрывается А плюс 1 в этой степени? Сумма пока А. Значит, так будет стоять вот такая. Ну, давайте я напишу. Сумма пока от 0 до П. ЦСП пока. ЦСП пока. А сутник. А сутник. Так? Ну, а нам интересно будет, что будет дальше. Поскольку мы сегодня будем уже в задачи встречаться, то сейчас как раз очень полезно обговорить, что это такое. Что такое ЦСП пока? Число сочетание с ЦПК. Число сочетание, да. В принципе, можно помешивать просто формула. Вот такая ПФ-эфториал. С делить на К-эфториал. И на П-к. У него есть, у этого числа есть очень прозрачный смысл. Смысл такой, что если мы имеем П-примеров в мешке. Какие-то предметы у нас есть лежат. Курбойничек, фландратики, еще что-то. Бэш. И мы отсюда вынимаем К-предметов. То спрашиваем, сколько разных наборов по К-предметам можно получить? Ну, по составу как раз. Сколько? Ну, ответ такой, что вот стоит. ЦСП пока. То есть, если раз спрашиваем, сколькими способами можно выбрать в группе, там, из 20 человек, пятерых. Это такое, если просто ЦС 20 по 5. При этом, можно, конечно, с вопросом, а как это число посчитать? Да, можно увидеть, какого пола есть. То есть, почему эти числа здесь оказались такие? Потому что, когда вы скобочки раскрываете, вы каждый с каждым перемножаете, и у вас получается, что надо просто узнать, из каких скобок вы возьмете единичек, а из каких возьмете А. Ну, вот способ выбрать тех оскобок, из которых вы возьмете А, это когда ЦСП пока. Ну, можно просто выбрать, что вот такое вот выражение. Теперь смотрите, давайте посмотрим, как оно устроено. Значит, начнем в начале, вы представляете. А по нулюбой. Это просто единичек. И ЦСП по нулюбой. Это тоже единичек. То есть, будет точнаться с единицы. Потом будут идти вот такие слогальные. Каждая будет рублей, как ЦСП. А в степени А. Вот здесь уже К не уложили. И последнее будет, когда А равно П. То есть, это будет что? А будет единичка, опять. Да, способ выбрать П предмет, высыпать единицу. И А в степени П. Теперь смотрим, а что же здесь произойдет, когда мы произведем вот эти калькуляции. Единички сократятся, видно, да? Поэтому уже на предыдущем шаге проверили, что это делится на Б. А что останется? Останется какая-то страшная сумма. Значит, в этой сумме будут складываемы вот такую виду ЦСП пока. Что такое ЦСП пока? Во-первых, это число сочетания, это число целое. Правда? Оно хоть и записано как дробь, но на самом деле это целое число. Теперь, если у меня К больше 0 и меньше П, то смотрите, что такое К повторяю? Кто знает, что такое К повторяю? Произведение числа от единицы до К. Точно. Здесь все числа будут, если К меньше П, они все меньше П. Не их произведение, а вот каждая в отдельности меньше П. Правда? Это что означает? Что вот здесь есть множитель П. Здесь же что стоит? П, там, например, минус 1, так далее, до единственных. Вот этот П ни с каким числом отсюда сократиться не может. Понятно, да? Это, ну, а он простой, у него вообще, его можно только на него снова поделить или на единичку, как вы у меня верно заметили. Значит, ни на какое число отсюда оно не сократится. А здесь произведение каких чисел стоит? Тоже от единицы до П-К. То есть тоже каких чисел? Меньших П. Опять, ни одно из них П сократить не может. Значит, когда мы возьмемся, так сказать, за случай Глухова и начнем сокращать, здесь все, что сокращается, да, это П ни с кем не сократится. А значит, у оставшегося число будет делиться на П. Так, подивите, кто это будет. Понимаешь? Значит, получается, что все слага, которые здесь стоят, они тоже делятся на П. Ну, и я тем самым проверил, что эта разность делится на П. Вы видели? Ну, и тем самым получается, так сказать, бабка за дедку, дедка за Эпу. То есть из первого я могу вывести, из того, что вверху для единицы, могу вывести, что вверху для двойки, из двойки для тройки, из тройки для четверки и так далее для всех натуральных чисел. Вот мы и доказали с вами малую Тиарину Ферна. Теперь у этой Тиарину Ферна есть такое более, может быть, в чем-то изященнее, более изящная формулировка. Значит, умов такая. Вот здесь А было любым натуральным числом. А теперь давайте возьмем А таким, что вот я напишу, а вы скажете, понятно, что наибольший общий делитель А и Б единичка. А вот у меня будет тогда каверстный вопрос. А как вы думаете, наибольший общий делитель всегда существует? Есть какие-нибудь числа, у которых нет наибольшего общего делителя? Какие-нибудь единицы, двойницы? Не-не, ну у нас числа все натуральные. Ну или целые. Целые. Но наибольший общий делитель является, когда целых чисел. Вот бывают какие-то целые числа, у которых нет наибольшего общего делителя. Ну, например, для двойки и тройки, у них общий делитель наибольший и единичка. Представляете? Два нуля. Два нуля. Вот если взять ноль и ноль, это ноль. Кольцо целых чисел, кольцо главных идеалов. Вспомнили, что такое ноль. Да? То есть, если я знаю, что наибольший общий делитель единичка, то смотрите, как можно переписать это утверждение. Это А с имени П минус 1, минус 1 делится на П. Вопрос. Куда исчезла угла А? Ее можно вынести за скобку и сказать, что она не влияет на делимость на П. Да, почему она не влияет? Потому что у них ничего общего нет. Да? Значит, если мы вынесли А за скобочки, вот здесь, вот у вас получилось А в степени П минус 1, минус 1. то у вас А и П, у них общих делителей нет, поэтому все делится только А в степени П минус 1, минус 1 делится на П. Значит, итак, вот если выполнен такой, то говорится, что А и П взаимно просты. И так, как взаимно просты в числе, получается такое изящное наблюдение для взаимно простого А с простым П. Что А в степени П минус 1, минус 1 делится на П. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова